СПОРСМЕНКА ИКАРА МАРИЯ ГУСАКОВА Воспитанники детского сада номер 30 «Гвоздичка» стали победителями муниципального этапа проекта «Школа Росатома Космобол 5+. Затем ребята покорили жюри уже второго дистанционного этапа состязаний. Сейчас они упорно готовятся к финалу, который пройдет в городе Лесном в Свердловской области в начале сентября. Сыровчане в рекордсменах регионального этапа летнего фестиваля ГТО среди детей. Воспитанники ИКАРА Гордей Барзанов и Виктория Ботова взяли уверенное золото в личном первенстве по итогу 8 испытаний. Гордей установил рекорд среди юношей в плавании на 50 метров и наклоне на гимнастической скамье. Вика – рекорд среди девушек в стрельбе из электронного оружия и на наклоне. Легкий бег, растяжка. Каждая тренировка у Марии Гусаковой начинается с разминки. График занятий у нее плотный. Плаванию спортсменка посвящает по 2 часа 6 дней в неделю. На вопрос, не устает ли Мария с улыбкой признается, сейчас такой нагрузки для нее даже мало. Мария Гусакова занимается плаванием на протяжении 10 лет. За это время она достигла больших успехов. Она становилась многократной победительницей и призером областных соревнований по плаванию. И вот недавно буквально принимала участие во всероссийских соревнованиях, в которых она занимала 4-е место. Мама Марии также занималась плаванием и спортсменка еще в детстве решила, что хочет пойти по ее стопам. Начинала Мария в секции практически с азов, поскольку до этого совсем не умела плавать. Сначала попала в спортивно-оздоровительную группу, потом в группу начальной подготовки, затем в тренировочную, в которой занимается и по сей день. Самыми запоминающимися были ее первые состязания. Вообще запоминаются каждые. Больше всего, наверное, мне запомнились мои самые-самые первые и самые первые областные соревнования. Потому что они запомнились тем, что я выиграла сразу первое место, а областные тем, что они проходили более серьезно, чем те, которые были до этого. Там было все по-просто. Еще одну вершину Мария покорила на всероссийских соревнованиях по плаванию в Держинске. В них приняло участие 117 спортсменов из 22 регионов страны. В том числе из Хабаровского края, Ханты-Мансийского автономного округа, Чувашской и Удмуртской республик, Москвы, Санкт-Петербург и Севастополя. Участники выступали по паралимпийской программе. Они начались с классификации. Это когда присваивают классы всем детям, которые там участвовали. В первый день я плыла одну дистанцию, это 50 метров вольный стиль. Во второй 100 метров вольный стиль. А в третьей я плыла 100 метров в брас и 50 метров на спине. Мария Гусакова стала четвертой на дистанции 100 метров в брас, выполнив норматив для присвоения третьего спортивного разряда. Важны не грамоты и кубки, а результаты, признается Мария. Для нее самая важная победа – это победа над собой, совершенствование своих навыков. Мы направили всю свою солнечную энергию на создание этого чуда-аппарата. А то, что этот транспорт безопасен, экологичен и технически оснащен, подтвердил сам Знайка. Воспитанники 30-го детского сада стали настоящими космическими путешественниками. Свой летательный аппарат ребята построили сами. Им удалось не только привести его в движение, но и при помощи эксклюзивных технических функций вернуть к жизни засыхающее дерево, помочь обесточенному роботу, поделившись с ним солнечной энергией, а также зарядить летающую тарелку. Увлекательное путешествие по созвездию «Эл» было вторым этапом состязаний в проекте «Школа Росатома Космобол 5+.» И ребята с ним отлично справились. Мы с Незнайкой поехали на космический город, и там было очень круто. Мы ставили из деталей кнопочки там, а потом мы построили ракету. Помимо космических событий, ребята также достойно себя показали в Космоболе. Это необычная спортивная игра, упрощенный аналог гандбола, специально адаптированный для дошкольников. Так бежать с мячом больше пяти секунд нельзя, запрещенная игра ногами. Цель команды в игре – забросить как можно больше мячей в ворота соперника, а в случае потери мяча – защищать свои. В этой игре важны терпение, выдержка, упорство и характер. А характера нам не занимать, и мне как нападающим надо быть ловким, цепким и быстрым, как героем моего любимого мультфильма «Человек-паук». В начале июня ребята состязались с другими командами города в муниципальном этапе Космобола. И несмотря на то, что в проекте они участвуют впервые, спортсменам удалось обойти своих соперников. Сейчас за их плечами уже две победы – в городском и в дистанционном этапах. Космобол – увлекательная спортивная игра, сразу полюбившаяся нашим воспитанникам. На протяжении двух месяцев ребята упорно тренировались в совершенстве навыки командной игры и параллельно познавали знания о космосе. Теперь наши дружные, спортивные, инициативные ребята упорно готовятся к решающей встрече с командами из других городов территории Росатана. «Канал-16» желает удачи юным спортсменам на финальном этапе состязаний. Гордей Барзанов пришел в отделение плавания спортивной школы «Икар» около 10 лет назад. Его имя постоянно мелькает в списке призеров и победителей различных соревнований. Из недавних успехов спортсмена – победа на региональном этапе летнего фестиваля ГТО. Я занял первое место по области в своей возрастной группе 14-15 лет. И еще поставил два рекорда в дисциплинах по плаванию и наклону. Несколько рекордов упустил. Вот в этом недоволен. А так хорошо. Гордей – участник сборной города по ГТО. В ней уходят и другие воспитанники «Икара». На летний фестиваль от Саровской спортивной школы ездили также гимнастка Виктория Ботова и еще два воспитанника отделения плавания – Ксения Денисова и Ярослав Нетрусов. Все трое плавцов в сборной занимаются у одного тренера – Виктории Шалыгиной. Выбирались самые лучшие спортсмены, которые до этого сдавали нормативы по ГТО, смотрелись их результаты и вот так вот они попали в сборную. Они уже занимаются давно. Так как у нас вид спорта очень такой разнообразный, у нас проводятся как бы и упражнения на гибкость, и силовые упражнения, и скоростные упражнения. Это все упражнения, те, которые сейчас есть в плане ГТО. Помимо призов и грамот Гордея и Виктория получили сертификаты на участие в третьем федеральном этапе летнего фестиваля ГТО, который пройдет этой осенью в Артеке. К примеру, ребят стал заразительным для многих воспитанников «Икара». В следующем году я тоже очень хочу поучаствовать в ГТО, попробовать себя выиграть. Но для этого нужны и другие виды спорта. Мне их тут помогают развивать. Среди воспитанников отделения плавания много титулованных юных спортсменов. Чтобы попасть в секцию, все ребята прошли отбор. Здесь не только готовят будущих чемпионов. Тренеры развивают в ребятах силу, выносливость, терпение и стойкость. Гибкость у нас основной вид, потому что плавания без гибкости не бывает. Силовые упражнения у нас обязательно в течение года. Те же отжимания, те же подтягивания. Плюс скоростная работа, которую мы делаем на воде, они развивают эту скорость. Для тех, кто хочет чего-то добиться в спорте, не существует каникул. Летом для воспитанников «Икара» организовали летние сборы. В это время, когда нет школы и домашних заданий, можно направить всю энергию в спорт. Тренировки летом отличаются от обычных тренировок, которые в учебном году. То есть мы сначала занимаемся на стадионе, потом мы занимаемся в бассейне. Намного лучше. То есть ты не только занимаешься на воде и оттачиваешь науки плавания, но еще и физическую форму содержишь в тонусе, когда занимаешься на стадионе. Сейчас спортсмены готовятся к новому сезону. На первые соревнования часть воспитанников отделения плавания поедет уже в сентябре. Воспитанники объединения шашки Дворца детского творчества победили на всероссийских соревнованиях «Звезды Верхней Волжья». На турнире юные спортсмены боролись в двух дисциплинах – в основной, классической и молниеносной программах. Саровчане завоевали шесть медалей из шести возможных. Вадим Санкин отличился в основной программе, а Михаил Ковалев – в молниеносной. Они же завоевали по одной бронзовой и серебряной медали соответственно. Тимуру Стегунову в возрастной группе до 11 лет вручили две серебряные медали в обеих программах. Авиамоделисты станции юных техников успешно выступили на Всероссийской олимпиаде школьников по авиамоделированию, которая состоялась в Орске. Соревнования проводили по четырем классам кордовых моделей с красным, пилотажным, гоночным и моделем-копием самолетов. Чемпионами олимпиады стали саровчане Леонид Тютин, Артем Шишлов, Илья Ганин, Павел Ефимов. Команда станции юных техников заняла первое место в командном зачете в категории юниоры и второе место в категории школьников. Леонид Тютин стал чемпионом России среди младших школьников в классе с красных моделей. В семь лет Леонид установил рекорд России в возрастной категории до 14 лет, показав скорость полета 217 км в час. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова